Один месяц без похищений. Правозащитники отмечают позитивные изменения в вопросе исчезновения людей в аннексированном Крыму. Так, в течение октября не исчез ни один человек. По крайней мере, такая информация не дошла до материковой Украины. Причина такого затишья неизвестна. Связывать это с активным привлечением внимания к теме и постоянными акциями активисты не спешат. С российской стороны никакой реакции по-прежнему нет. Но молчание наблюдается и со стороны украинской власти, говорят правозащитники. Единственное, что может помочь изменить ситуацию в аннексированном Крыму, отмечают правозащитники, гражданское давление. постоянное внимание к проблеме тайных похищений и незаконных арестов на полуострове. Под стенами российского посольства активисты устроили перформанс. Поставили стол, за который сели мужчина и женщина. Они молча пили кофе, олицетворяя собой все крымские семьи, которые ждут своих пропавших родственников. Поддержать пропавших пришла и активистка Шура Рязанцева. Она вспоминала, как и сама попала в плен к оккупантам в самом начале захвата полуострова. И только чудом осталась жива. «Издевались разными способами. Говорили, что сейчас будет не небесная сотня, а вас будет 102. Отвели нас в подвал, который на этом КПП был. И там мы поняли, что мы там не первые. Там было все в крови. Ну, ужасная картина». Активисты напомнили, что выходят каждый месяц на акцию под посольство России с конкретной целью – не дать забыть о пропавших людях. Постоянно напоминать, в каких условиях находятся они и их семьи. Требование к Российской Федерации остается прежним – эффективное расследование дел по факту исчезновений и смертей крымчан. Напомним, за время оккупации на территории Крыма исчезло более 20 человек. 9 из них были найдены мертвыми. На сегодня без вести пропавшими остаются 15 человек.